головной убор тоже до военной красной армии начиная с двадцатых годов она у нас штатно использовалась были его несколько видов как зимний так и летний это в принципе такой летний вариант поскольку он прохладный были зимние более теплые с набивкой здесь внутри подкладка то есть утеплитель есть но не это не 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 в минус в ней не походишь уже но в как бы до минус 5 градусов вполне комфортно в ней ходить вы были до финскую войну использовали теплые но потом она неудобно ни под каску и он не наденешь не в принципе достаточно ну как бы прохладный вариант именно после финской армии после опыта боев в зимнее время у нас начали переходить на шапки ушанки а да это вот таких случаях как когда ее расклад какой-то команде но по приказу обычно все в армии так просто не делается можно было так и закрываешь тебя но по сравнению с другими она все-таки закрывает подбородок усею хоть немного то есть шапка ушанка вниз то уже практически не закроет даже завязанными ушами а а а а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok